Всех приветствую, мои дорогие! Собрала косметичку на эту неделю и хочу показать, чем планирую пользоваться. Базы и тональные кремы я уже выставила, там у меня ничего нового. А консилеры от Essence и Faberlic у меня закончились, поэтому на смену им взяла консилер от Maybelline в номере 03 и уже вовсю им пользуюсь. Неплохой консилер, но, как и другие консилеры, на моей коже долго не держатся. Пудру продолжаю использовать от Essence в шариках, потихонечку она у меня уменьшается. Также продолжаю пользоваться пудрой от Faberlic, у меня она в номере 64-59. Осталось у меня здесь этой пудры немножко. Вот так она выглядит, она, как вы видите, когда остался такой тоненький слой, немножко как вот сломалась, раскрошилась. Ну, на кисть набирается, продолжаю использовать. И также продолжаю пользоваться пудрой от Essence. Вот так она выглядит. Давайте с вами перейдем к румянам. Взяла я румяна от Fleur, это был подарок от Олечки. Они идут в номере 07, здесь, если присмотреться, можно увидеть информацию. И это румяна с подсвечивающим эффектом. Если я их использую, то бывает даже хайлайтер уже не наношу. Такие они интересные. Вот сейчас они больше как хайлайтер выглядят. Но на самом деле и как румяна оттенок они дают. Вот, сейчас, думаю, видно. Также я взяла румяна от Essence из лимитированной коллекции. С этими румянами легко переборщить, поэтому надо как-то их немножко набирать. Не такие хорошо пигментированные, но при этом достаточно красивый оттенок. Давайте посмотрим. Также беру я румяна от Ferrin. Так, они идут, давайте покажу, в номере 204. Вот такие румяна. В качестве бронзера я буду использовать пудру от Max Factor. Она у меня идет в номере 05. Ну и, конечно же, продолжаю использовать бронзер из Project Pen. Если вы помните, у меня там и в палетке от Vibbo бронзер есть. И также есть жидкий бронзер от Catrice. Вот так выглядит пудра. Ну, пудра, а мне по оттенку как бронзер подходит. Давайте вот здесь нанесу. Также больше, наверное, в качестве румян не показала. Я буду использовать метеориты от Guerlain из лимитированной коллекции. Вот в таком красивом оформлении. Давайте тоже покажу вам. Вот так они выглядят. На свотче они, конечно, так не передаются. Но если их побольше набрать, с их помощью можно, знаете, как такой легкий румянец сделать. При этом все смотрится как-то деликатно, красиво. К сожалению, весенние лимитки метеоритов не того года весны к нам так не дошли. И я так понимаю, этой весны были метеориты в двух оттенках тоже к нам почему-то так и не дошли. И вот я не слышала, чтобы летняя коллекция была. Если кто-то слышал или знает, может уже летние метеориты лимитки этого года появились, напишите, пожалуйста. Потому что как-то грустно. Хотелось бы пополнить свою коллекцию. И вот почему-то до нас далеко не все доходит. Давайте с вами перейдем к хайлайтерам. Давайте, наверное, вот так поставлю. И беру я хайлайтер от Catrice из лимитированной коллекции. Вот такой большой. Ну, знаете, он красивый. И я даже рада, что он в таком немаленьком объеме. Посмотрите, 35,7 грамм. И я думаю, видно, что я его набираю всегда с одной стороны, потому что мне не хочется вот эти цветочки уж сильно затирать. Такой красивый хайлайтер. Я помню, меня настолько поразил размер, когда я увидела, что я прям, не задумываясь, приобрела его. И также я беру палетку от Essence из лимитированной коллекции. И здесь какие-то оттенки я буду как хайлайтер использовать. И какие-то оттенки, возможно, добавлять в макияж глаз. Тоже здесь такой немаленький объем. Я думаю, видно. Посмотрите, 40 грамм, то есть 5 оттенков. Это получается, на каждый оттенок приходится 8 грамм. Ну, я эту палетку в свое время из корзины за 69 рублей приобретала. Смотрите, какая красота. И рада, что она в моей коллекции есть. Не стерла я. Давайте я вот здесь покажу. Ну, конечно, на сводчих ярко все это выглядит. Ну, вот такие оттенки, конечно же, я как тени использую. Ну, если набрать на неплотную кисть, либо немножечко набрать и хорошо растушевать, то на лице смотрится красиво. Ну, вот это, конечно, это для меня тени. Если остальные оттенки я могу как хайлайтеры нанести, то это вот прям 100% тени. И для лица это все, что я выбрала. Для бровей и туши не показываю. Там абсолютно у меня ничего пока нового нет. И мы с вами сразу перейдем к теням. Потому что взяла я много. И чтобы слишком ролик затянутым не был, давайте будем смотреть тени. База у меня по-прежнему от Фаберлик. Мне она нравится. У меня на ней целый день тени держатся. Единственное, когда ее вот распределяешь по веку, она какая-то вот на ощупь как силиконистая. Как будто вы что-то с силиконами распределяете. Но я ее абсолютно на веках не ощущаю. Никакого раздражения у меня нет. Тени целый день держатся. Наносить мне ее удобно. Здесь вот такой аппликатор. Вот такого она цвета. Я ей довольна. И хочу сказать, что база из этой же коллекции от Фаберлик мне тоже очень нравится. У меня она поры не забивает. Никакого ни раздражения нет. На лице я ее не чувствую. И вы знаете, она выравнивает как-то кожу. Визуально она чуть менее заметными делает поры. И у меня на нее хорошо ложатся тональные кремы. Единственное, у меня она вот так не извлекается. Я знаю, что мне Леночка писала, Лена, Love Beauty, что надо вот так надавливать и нажимать. У меня так не очень получается. Мне вот проще вот так открутить. Знаете, вот так немножечко сдавить. Тюбик. Сейчас, девочки, через телефон не вижу ничего. Вот так набрать. И перенести. И вы знаете, очень у этой базы для меня приятный аромат. Он какой-то легкий, ненавязчивый и при этом очень приятный. И по дизайну очень все красиво сделано. Я сразу на столе вижу эту базу. И она с легкостью распределяется, наносится. Никакого у меня ни липкого, ни жирного следа на лице не оставляет. Как-то она быстро усаживается. И вот она мне прям тоже понравилась. Я просто вспомнила, Вера спрашивала мое мнение. И поэтому решила сказать свои впечатления. Ну, мы с вами к теням переходим. Девочки, также продолжаю пользоваться тенями от Maybelline Color Tattoo в качестве базы. Просто не стала я сегодня уже сюда их приносить. Они у меня за спиной на столе на моем лежат под рукой. Просто, ну, чтобы совсем уж одно и то же не показывать каждый раз. И что я взяла? Взяла я палетку от Makeup Revolution. Мне она в свое время, по-моему, в подарок приходила. Или в какой-то акции, или в пакете сюрпризе была. По-моему, две или три палетки в этой серии были. Я помню, точно еще красного цвета была. И, возможно, еще. Ну, или я путаю. Но две точно были. Вот такая палетка. И давайте с вами смотреть на оттенки. Мне палетка нравится. Конечно, при наборе пылят тени я упаковки периодически протираю. Но почему-то нет-нет, да какие-то вот крошечки видны. Хотя я стараюсь после того, как сделаю макияж, стараюсь все-таки палеточки протирать. Смотрите, какие яркие, красивые, можно даже сказать, летние оттенки. Сейчас, девочки, я еще пальцы пытаюсь оттереть. Здесь на каждый рефил приходится не так много теней. Вот вы видите, каждый оттеночек меньше грамма. Поэтому, если часто такой палеткой пользоваться, то, конечно, ну, как я заметила, по крайней мере, не в матовых, а вот в сатиновых оттенках, как-то быстро ямки появляются. Вот эти оттенки, они, знаете, какие-то немножко, как даже полукремовые. Вот видите, у меня здесь даже донышко уже. У меня эта палетка давно, с ней было сделано много макияжей. Смотрите, какая красота. Я, конечно, подобные оттенки не на постоянной основе использую, но вот периодически хочется какой-то такой яркий макияж или с оттенками, которые нечасто в использовании, и рука к этой палетке тянется. Вот такая палеточка. Давайте посмотрим. Вот этими оттенками вполне можно даже базу под тень фиксировать. И давайте эти сводчи я сотру, потому что есть, что еще вам из теней показать. И сейчас будем смотреть, какие я палетки еще взяла. Сейчас опять жара наступила, но, вы знаете, я макияж все равно всегда делаю. Единственное, что когда сильная жара, я в самую жару не выхожу на улицу. Как правило, либо я рано утром выхожу, когда еще, ну не прямо, вот знаете, такая сильная жара. И то я стараюсь в теньке идти, потому что я в целом жару плохо переношу. Либо мы выходим вечером. Но макияж на мне целый день. Как бы вот как я сделаю, так мне макияж не мешает. Я на лице косметику особо не ощущаю. Лицо у меня не потеет. Поэтому мне комфортно с макияжем. Ну и плюс я люблю очень сам процесс макияжа, процесс выбора, что я для макияжа буду использовать. Поэтому мне это все в радость. Жара там или холод, на меня это не влияет. Взяла я палетку от Эвелин. В этой серии три палетки представлены. Соскучилась уже, хотя иногда я ее беру, какие-то оттеночки использую. Конечно, тоже здесь при наборе переносит тени пылят, но в целом мне эта палетка кажется удачной. Сейчас, конечно, дороже палетки из этой линейки стоят, но когда я приобретала, они стоили, скажем так, вполне-вполне бюджетно. Плюс мне нравятся макияжи в подобной гамме. Также здесь есть оттенки зафиксировать базу под тени и проработать складку века. Так, что-то у меня рука сияет аж и затемнить край века. Ну, то есть такая, на мой взгляд, самостоятельная палетка, если вы любите макияжи в подобной гамме делать. Конечно, тут нет каких-то, знаете, таких супер сияшек, сверкашек. Мне кажется, здесь сверкалок, здесь, может, более устаревшая какая-то формула теней. Ну, не знаю. Мне нравятся, какие макияжи с ней получаются. Ну, потом, знаете, я как-то особых требований к палетке не выдвигаю. То есть каких-то, прямо, знаете, чудес от нее не жду. Поэтому меня все устраивает. Ну, я, наверное, в целом настолько люблю тени, что как-то, может, не строго к ним отношусь. Какое-то у меня к ним лояльное отношение. Мне практически, ну, все нравится. В целом тени все радуют. Да, конечно, бывают всякие, какие-то, может, небольшие недостатки у чего-либо, у какой-либо палетки. Ну, я как-то, не знаю, не критично, наверное, к теням. Вот такая здесь гамма. Можно даже на всю веку, например, нанести коричневый оттенок, сверху немножко светленьким растушевать, на коричневый оттенок какой-нибудь взять хайлайтер золотой или какой-нибудь голографик тоже сверху такой слой нанести. и в целом красиво смотрится, на мой взгляд. Давайте, наверное, сюда палеточку положу. И, конечно, я этими только палетками не ограничилась. Так, давайте я вот сюда вдруг положу, немножечко вот так штатив наклоню и покажу, что я еще взяла. А взяла я еще одну палетку. И палетка это от Essence из лимитированной коллекции. Потому что, ну, меня на неделе часто вот тянет на макияже фиолетовой гамме. И я решила, что мне нужны фиолетовые оттенки на этот случай. Вот такая палетка. Здесь, как вы видите, нет матовых оттенков. Поэтому в помощь мне, вот, например, будут оттенки из палетки от Evelyn или, может, я от Revolution воспользуюсь. Видите, какие красивые оттенки. Тоже в свое время из корзины за 69 рублей приобретала. Ой, плохо руку оттерла, влажная рука. Тоже они, конечно, при наборе переноси пылят. Но я уже не раз говорила, что я всегда сначала макияж глаз делаю. И поэтому для меня не проблема вот лишнее все убрать. И потом макияж лица спокойно делать. Как-то я насыпучесть, ну, не прямо вот сильно внимания обращаю. Такие красивые оттенки. Так, сейчас, девочки, еще немножечко поменяю местами все. Вот так, наверное, положу, чтобы видно было и как-то... Давайте вот сюда нанесу. Ну, и так же я, когда буду фиолетовые оттенки использовать, я буду еще брать из Project Pen. У меня там однушка от Ninel в фиолетовой гамме. И буду тоже добавлять ее. И тени, это все, которые я взяла. И давайте с вами перейдем к помадам. Беру я помаду от Revolution. Не уверена, что сейчас такие есть. Это выкручивающаяся помада. То есть не надо ее точить. Девочки, сейчас рука влажная, и поэтому не рисуется. Сейчас посмотрим с вами. Я просто по-прежнему сводчи стираю. Использую ватные диски, смоченные, пропитанные мицеллярной водой. И от этого рука влажная. Такой красивый оттенок. И, скорее всего, на него, на этот вот оттеночек, сверху я буду наносить блеск от Estrada. В номере 206 Леночка мне дарила. Красивый такой блеск. Я его бывает и на цветной бальзам какой-нибудь наношу. У меня много бальзамов открытых в использовании. Просто на подложке он как-то более красиво раскрывается. Все вот эти мелкие блесточки, шиммеринки. Как-то... Ну, мне кажется, что красиво смотрится. Ну и потом он на моих губах не прям долго держится. Как-то постепенно как будто расъедается или исчезает. Хотя я губы не облизываю. И получается, когда блеск пропадает, то губы все равно накрашены. Ну вот, благодаря подложке как бы. И выглядит красиво. Бывает карандаш для губ наношу. Вот все губы закрашиваю. И сверху блеск наношу. Беру помаду от Эстрады. У меня она в номере 102. Такой интересный нюдовый оттенок. Вот, кстати, на него я тоже блески бывает наношу. То есть получается вот такая нюдовая подложка. И сверху какой-нибудь блеск. И тоже, на мой взгляд, смотрится красиво. Помада от Революшн. В свое время попадалась мне в адвент-календаре. Ни номера, ни названия у нее нет. Только вот такая информация. Подойдет под какие-нибудь золотистые, может, макияжи. И она неплохо. Вот, можно использовать румяна от Ферин. Какой-нибудь коричнево-золотой или персиковый. Смотря какой получится макияж. И вот эта помада. И смотрится тоже неплохо. И вот, кстати, на ней блеск от Эстрады тоже смотрится красиво. Как-то получается, на мой взгляд, интересный оттенок. Я считаю, всегда можно с косметикой что-то придумать, обыграть как-то. И из этой же серии еще одна помада. Тоже она вместе с той в адвент-календаре мне попадалась. Такой яркий, насыщенный оттенок. У меня ее не так много осталось. Мне кажется, мне идут такие оттенки. Вот такая она красивая. Как-то надо ставить, чтобы все видно было. Получается, я одним-другой загораживаю. Также я беру блеск от Арт Визаж. Так, он у меня в номере 54. Красивый блеск. Но, вы знаете, с ним главное не переборщить. Тут бывает, вот нажимаешь на упаковку, и как-то его много выходит. Я такие носики не очень люблю. Но настолько этот блеск красивый, что я помню. В свое время приобрела тоже. Красиво смотрится. Но, если его много нанести, он в уголке губ будет затекать. Он, конечно, немножечко липковат. Ну, как-то не могу сказать, что прям как-то губы склеивает. Волосы у меня обычно тоже никуда не прилипают. Такой. Помада от L'Oreal. У меня она в номере 111. Ну, это такая, знаете, как я называю помаду-бальзамчик. Мне упаковка нравится, и оттенок. И, мне кажется, губы с ней себя весьма комфортно чувствуют. Так же беру я так, что это вот такую. Хочу посмотреть блеск. Блеск, наверное. А, тинт. Тинт для губ. Приобретала в свое время, по-моему, в L'Etoile. Ну, конечно, меня дизайн заинтересовал. Надеюсь, я ототру с руки. Красивый такой тоже нежный оттенок. Приятный какой-то такой, правда, немножко химозный. Но такой сладковатый аромат. Ну, конечно, оформление, на мой взгляд, весьма такое милое. И, хотел сказать, последнее, но не последнее. Предпоследнее. Это помада от Фаберлик из лимитированной коллекции. У меня она идет в номере 40343. И очень мне нравится. Вы знаете, вот наносите ее, и как... Вот какое-то увлажнение сразу чувствуется. Как будто вы что-то такое приятное, увлажняющее на губы нанесли. При этом, как вы видите, она не яркая. Мне кажется, она под любой макияж может подойти. Да даже если вы без макияжа. Вот такое ощущение, что от нее какой-то уход чувствуется. Как будто она за вашими губами ухаживает. Ну и оттенок такой, знаете, нежный. Знаете, из серии ваши губы только лучше. Ну, по крайней мере, у меня с этой помадой такая ассоциация. И, девочки, беру я свою помаду от Флормар. Вы у меня ее видели в предыдущем Проджект Пене. Тут уже все стерлось. Но сама помада мне нравится. В свое время приобретала в улыбке радуги. Если смотреть на свет, ее там немного. Она там, знаете, вот больше по стеночкам. Может, на донышке. Ну, она на кисть набирается. Губы мне, кстати, не сушит. При этом она стойкая. В том плане, что на маске она не отпечатывается. При этом с губ легко стирается. То есть не надо там какими-то маслами чем-то губы тереть. Стирается легко, но не отпечатывается при этом. Оттенок мне нравится. И поэтому... Ну, я ее и без косметички периодически использую. Вот решила вам показать. Продолжаю ей пользоваться. Она у меня на столе под рукой стоит. Ну, не хотелось бы, знаете, чтобы остатки как-то засохли. Усохли. У подобных помад бывает такое, что... Ну, ощущение как будто вот частично то ли испаряется, то ли засыхает средство. Поэтому держу под рукой. Вот такие оттенки. Конечно, продолжаю Project Pen использовать. И вот такая у меня красота. И, девочки, вот такая у меня косметичка. Это все, что я выбрала на эту неделю. На этом буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok